Знаешь, нужно там то-то съесть? Нет, просто, ну я просто спросила, празднуешь там, ну, каждый, у нас семьи в Украине празднуют обычно, ну, почти все, то есть у нас нет там разделения, там много католиков или иудеев, или еще что-то, я в этом плане спросила. Ну, у меня еще вопрос насчет, ну, если же ты там, ну, если ты отмечаешь этот праздник, то ты, наверное, веришь, что Христос воскрес, правильно? Ну, да. Логично. Ну, я в церковь ходил. Я понимаю, что ты церковь. Да, ну, вот только что Андрей говорил, ну, то есть я вот выслушал, да, он сказал, что церковь это больше, ну, в моем понимании, я своими словами скажу, что это больше, ну, как бы номинальное, как он сказал. И я понимаю, что ты имеешь в виду, ты ходишь, как бы, в храм, ты больше в храм, да, но важно не то, что куда ты ходишь, а может мне, ну, действительно, может мне, я очень много церквей посетил, но мне в церкви нравится из-за чего, я прихожу, то есть да, я где-то там, ну, могу там, то есть вспомнить свою семью, там, зажить свечу, то есть это символично. Подумать, ну, это, естественно, подумать, ну, я считаю, что это точно так же поговорить с Богом, ну, может быть, не совсем, как бы, фу, то есть можно помолиться. Ну, я думаю, поговорить, потому что люди обычно приходят, даже когда ставят свечку, мыслю о том, что что-то попросить, например, у Бога или еще что-то. Обычно люди приходят только, ну, с этим, они не приходят в церковь, в любую, подумать о каком-то кино или еще что-то. Обычно все равно. Да. Я, кстати, вот буквально, когда уезжал из Одессы, ну, сколько, это было в субботу, в субботу я уезжал, я там был в церкви, ну, то есть, это было во многих церквях, и был вот в одной, там, украинская, тоже какая-то украинская, ну, не важно, не помню, как называется, но красиво, там внутри красиво, и, собственно, мне еще нравится заходить в церковь, там, вот, к примеру, и там чувствуется, как бы, атмосфера, которая там, ну, то есть, энергия, которая там присутствует, на самом деле она разная, в разных местах. У меня есть еще вопрос насчет Пасхи. Что лично для тебя означает, что Христос, вот, Он умер за твои грехи, Он умер за грехи всего мира, это, я думаю, ты знаешь, да? Ну, это бабушка тебе говорила, наверное, или родственники. Что это означает, вот, ну, буквально для тебя? Он же умер из-за твоих тоже ошибки, ну, можем говорить, не грехи, а ошибки, так вот, более понятно. За твои ведь тоже, правильно? За все, которые ты когда-то сделал, делаешь, или еще сделаешь. Вот вопрос, что это означает? Я не думал об этом. Ты не думал об этом? Я об этом. А сколько ты лет празднуешь Пасху? И ты не думал об этом? Не парадокс ли? Правда? Ну, и ты празднуешь, наверное, там, как минимум с семи или с пяти лет, то, что ты можешь вспомнить, правильно? Спрашиваете, как я это воспринимаю? Нет, я спрашиваю там, ты не задумывался о сути праздника? Или тебе не рассказывали? Или мне показывали? То есть ты веришь в это, но что это означает, тебе не говорили. Хочешь, скажу, что это означает? Что? Как тут написано в Евангелиях, он умер за грехи всех людей, и в третий день он воскрес, и он сделал это лично за тебя, чтобы ты имел возможность этот подарок принять и не платить самостоятельно за свои ошибки. Потому что после смерти мы попадаем на небеса, ну, не на небеса, а, скажем так, на, честно говоря, я не знаю, где этот суд будет происходить, где будут разбирать наши поступки, правильные и неправильные. И люди у нас делятся на, вот сейчас именно наш период времени, они делятся на две категории, те, которые верят в Христа, и вот вас, так, и принимают этот подарок, и на суде они говорят, за мои грехи заплатил Христос. Вот Христос, и он сам приходит и говорит, за Макса заплатил Христос. Почему? Потому что Макс это принял. Верит в это, не отбрасывает, воспринимает, верит, что это настолько добро, что Бог любит тебя. Есть другие люди, которые, вот, им когда говоришь, что это, они говорят, нет, я в этом не верю, я этого не хочу. Тогда на суде у них нет защитника, и они должны сами сплачиваться. Это буквально то, что означает для тебя, что Христос заплатил Христос и заплатил Христос. Ну, я, как бы, вот, да, я не задумывался, но я так и сказал. Это буквально. Я могу, как я говорю. Это пишет? Да. Это пишет? Подожди. Слухайся. Слухайся ухо одиноком. Нет. Мне просто интересно. Вот ты понимаешь, что украинские слова, да? Да. А ты пришел на встречу. Так? А? А ты сьогодні пришел на встречу. А я тебе про это сказала. Да. А если ты в это веришь – я тебя приветствую, увидимся, на небеса. Типа пора уходить? Ахахахахахаха. А если ты про это раз раз говорила и удивил ему за это и, если нет, то ты можешь ему прямо сейчас сказать спасибо. Я это принимаю. Это проявления твоих… это твой выбор, это твоя воля, потому что я тебя люблю. Конечно, мы не марионетки, мы имеем свободу воли, мы можем выбрать, поверить или отбросить. Если ты веришь, если ты скажешь спасибо Богу, я принимаю это, да, я это хочу, я хочу на небеса, я хочу, чтобы за меня заплатили, хочу дружить, как хочешь. Ты знаешь, Бог увидит сердце человека, неважно, какими словами ты это скажешь, это же логично. Но он видит твое сердце, если ты не знаешь, то ты знаешь. После смерти ты идешь на небеса, как минимум. Второе, ты становишься духовно возрожденным. Ну, это отдельный вопрос, который можно думать. Но я к чему? Я к тому, что я тебя вижу второй раз в жизни. Так? Так. И неизвестно, когда я тебя увижу еще раз. Но то, что мы с тобой будем после смерти на суде, это факт. Все умираем. Может, у меня сегодня машина собьет, например, да? Все умираем, правильно? Я умру, ты умрешь, все умирают. Мы попадем на этот суд. Вот у меня к тебе... Городочек по один. Пожалуйста, напиши уже сам, своим почерком. Чтобы ты ко мне претензий не предъявлял. Я тебе не сказала. Павильон номер шестьдесят. Понимаешь? Ну, это ты сейчас не предъявляешь. Ты можешь услышать, я ж не вижу, что ты думаешь и что ты переживаешь. Ты можешь услышать это? Например, с Богом не поговорить об этом, так же еще? Ну, о спасении, о том, что он заплатил за землю. Можешь? Ну да. Там дом в чате. Ну, буквально, как со мной. Можешь это выбросить, правильно? Я не знаю твоего выбора. Ну, конечно, я не знаю, я ж... Ну, извини, я не умею читать мысли или заглядывать в душу. Это... Ну, Бог знает. Я не знаю. Но мы точно все попадем на этот суд. Например, я ответственна за то, чтобы тебе в этом сказать. Понимаешь? Я ответственна, чтобы сказать это своим родственникам или своим, например, студентам, кому я преподаю. В какой-то момент, когда это, ну, доречно, знаешь, то есть, есть возможность, например, уместно, да, или... Бывает даже, когда бывает неуместно, знаешь, бывает неудобно мне это сказать или еще что-то. Но я чувствую, что, например, я, ну, не увижу этого человека больше. Или же у меня не будет другой, какой-то более удобной возможности. Ну, я точно знаю, что... Ну, я точно не знаю, что... То, что, когда люди, которые меня окружают, они мне скажут, Колё, у тебя шо, язык отсох сказать, Тебе еще был объем сказать, ты не могла там сказать мне пару слов, за все время, что мы виделись, но потому что на тот момент будет уже поздно, пока мы вот живем на земле, у нас есть возможность выбрать, у нас есть возможность поверить в то, что Христос заплатил за наши ошибки, что Бог нас очень любит. И любовь свою вот так вот проявит нам. А М-Тауэр, Апостолады М-Тауэр. Кочтовый. Да, спасибо тебе, что ты меня вот рассказал. М-Тауэр сюда, цевуюся в Апостолад. Пожалуйста. Я точно знаю, что я после смерти попаду на небеса, не потому что я хорошая девочка, или я добрая к студентам, или что я стираю носки мужу регулярно. Или там готовлю вкус, не потому что я что-то сделала. С того, все, правда, я только готовлю вкусно. Ты не хорошая девочка. Не из этого. Подумайся адресу, да, ты повиняешь. А именно потому что Христос заплатил за мою ошибку. А вот 101 Тауэр в Киеве. И я это принимаю. Сейчас, где цей вирш милодем по-любленной? Ты пометаешь? А. Ты украинскую мову читаешь? Да. Так. Это называется спасение. То есть тебя спасают от ада. Так? Ну и если ты позволяешь своей жизни, тебя спасают от твоих повседневных ошибок. То есть вот один из вершев, вот восьмый, прочитай. Прочитай, пожалуйста, голос, если можно. Это вот восьмый, да? Ага. По спасению, вы благодатью через виру, а это не от вас. То дар дарует. Дар. Даруна. То есть он это дарует. Дальше. 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 То есть? Да. Никита не кас ejелся. Это подарка. Это так, как «подарная», прочая. Этак. Например, я… Твое couch для секрет. Я Tippar. Можно купить 50 нормалов, что оружие, а ты берешь из бизнесов. Да. Доเหyou base. Потом подариваешь этот с féćк that ты предоставляешьtime, а клипа Siention Gate. Не принимаю. Бог дарует спасение. Тебе, особенно. Если ты принимаешь, поставь вопрос.